Всем привет! Сейчас типа прикольно показывать, как проходит рабочий день программиста, и я тут посмотрел несколько таких роликов на ютубе, и у всех заметил одну интересную особенность, думаю вы со мной согласитесь. Все они выглядят как обычные влоги человека, который где-то работает, и если такой же ролик сделает, например, дворник, то единственным отличием будет его скромный офис и отсутствие макбука в кадре. Да ёбаный влёк, блядь, ты заебалый своих телеграммой, блядь! То есть как бы саму работу программиста никто почему-то не показывает, все скрывают свой говнокод от чужих глаз. Так вот, я решил не скрывать правду и показать, как проходит мой рабочий день программиста. И так как последнее время я занимаюсь разработкой обновления для нашего сайта Клондайк Программиста, то это я и буду показывать. А заодно покажу вам, как я это всё делаю, не скрывая свой говнокод и не скрывая инструменты, которыми пользуюсь. Вот с этого момента попадаю. В общем, погнали. И начинается мой день не тем, как я куда-то ковыляю на метро или на машине на работу, а загрузочным экраном компьютера. И да, у меня сразу два монитора, дофига RGB элементов и зачем-то целая куча игрушек из киндера на столе. Хотя я ведь вам говорил, программисты все ебаные, удивляться тут нечему. И дальше я бы честно хотел показать, как я разрабатываю код для роботов где-нибудь в NASA или исправляю компьютер Vision в Tesla. Но последний месяц, как я уже сказал, я занят просто своим сайтом. И это Клондайк Программиста. Чтобы вы понимали, я полностью один нарисовал, сверстал, а затем запрограммировал этот сайт. И без шуток его каждый день посещают по 5-10 тысяч человек. Это круто, потому что именно показатель от 10 тысяч посещалки каждый день считается высокой нагрузкой. Особенно учитывая то, что за хостинг я плачу очень мало. Но об этом чуть позже. И сейчас я покажу вам весь тот говнокод, на котором работает этот офигенный проект. А начинается все с того, что да, я программирую на Windows и да, я использую локальный сервер OpenServer. Но это не потому, что я ну просто мне так сейчас удобнее. Дальше я запускаю галп, это именно та система сборки, которую я привык использовать при создании сайтов. Конкретно на клондайке галпфайл выглядит очень скромно и используется тупо для автоматической перезагрузки и компиляции SCSS и манификации выхлопа. Нихуя не понял. Ну очень интересно. И опять-таки да, я тот самый человек, который использует SCSS. Я существую, я так вижу, мне так удобнее. За следом я обычно открываю авокод, в котором уже лежат PSD-шки моего дизайна. Повторюсь, я рисовал его сам, типа я крутой дизайнер. Но если честно, то я считаю дизайн большой вкусовщиной и поэтому предпочитаю делать его самому. И мне иногда пишут типа, хей, есть же Flat или Material Design, чё ты их не используешь. Так вот, во-первых, Flat использовал ещё мой дедушка, а во-вторых, Material Design это говно, которое мне совсем не зашло. Дальше я открываю свой любимый редактор кода. И это не Visual Studio Code, к большому сожалению, всех его фанатов. Я люблю пользоваться Sublime Textом, хотя ничего не имею против других редакторов. И вот с этого момента начинается само программирование. Прямо сейчас у меня есть список из задач, которые мне нужно исправить или выполнить на сайте. И этот список вы сейчас видите на своих экранах. И тупо, чтобы показать вам, как это вообще устроено, я возьму две простенькие задачи. Это исправление проблемы, когда фрейм видоса вылазит за пределы контента. И это добавление в админку нового пункта, который позволит увидеть все скрытые из выдачи материалы. Звучит просто. Сейчас я вам всё покажу, это будет быстро. Во-первых, проблема с тем, что фрейм видоса на странице материала вылазит за контент. Чтобы это исправить, нужно сначала увидеть проблему. Для этого открываем материал, в котором есть видео вставка, в новой вкладке. А затем просто уменьшаем размер окна, чтобы увидеть, как это выглядит на ноутбуках с разрешением 1280х720. То есть это ноутбуки с маленькими экранами. Как видно, видео вставка реально вылазит за контент, и это нам нужно исправить. Чтобы это сделать, я просто допишу в нужном SCSS файле правило, которое форсирует максимальную ширину фрейма в описании материала. И в этом нет ничего сложного, но зато пользователи маленьких ноутбуков уже скажут нам спасибо, ведь этой проблемы у них больше не будет. Нет. И вторая задача, которую я решил выполнить, это добавление в админ панель нового пункта, который позволит отобразить все скрытые материалы из выдачи. Это делается тоже довольно легко и быстро. Вдаваться в детали не стану, так как сайт работает на моём собственном движке, и очевидно знаю его только я. Так вот, для этого перейдём в админку и добавим в правое меню верстку, просто новый пункт. Для дополнительной красоты я люблю добавлять в пункты меню эмоджики, ну потому что в админку обычно заходят только с компьютера. И затем в роутере контроллера нужно создать новую урлу. Здесь тоже ничего сложного, те, кто знаком с Ларавеллим или Джанго, и поймут. И, наконец, в контроллере самом пропишем новый метод отображения в режиме Хидден, который просто будет показывать в админке все скрытые материалы на сайте. И вот не прошло и 10 минут, как мы с вами уже пофиксили одну проблему и добавили новую функцию. Осталось только залить это всё в продакшн на боевой сервер. И ранее я говорил, что использую очень дешёвый, но крутой хостинг. Вообще, у меня часто спрашивают, каким я сейчас пользуюсь хостингом. Так вот, это Форнекс. У них самый дешёвый тариф стоит всего 57 рублей в месяц. И от 299 рублей, если вы будете брать в EPS сервер. Основная причина, по которой я уже давно пользуюсь Форнексом, это его прозрачность. В отличие от других хостингов, тут вам не врут, а честно показывают, сколько доступно ресурсов сервера и сколько вы уже использовали. К тому же здесь идёт базовая защита от распределённых атак, удобная кастомная панель, антивирус, бэкапы и даже поддержка Пайтона. Это очень круто. В общем, именно на Форнексе расположены почти все мои сайты. Ссылку на этот хостинг я оставлю в описании. И, собственно, именно так выглядит рабочий день программиста. Ничего сверхинтересного. Конечно, не всё происходит так быстро и просто, как я вам сейчас показал, но всё же. Просто на деле там уходит больше времени на выполнение этих задач или исправление багов. Однако всегда у программиста есть такой вот список, который он должен выполнять. Ты приходишь на работу, включаешь компьютер, пьёшь кофе, берёшь задачи и в течение дня их всех выполняешь. Это и есть работа программиста. Вот только лично я этим занимаюсь дома, потому что фрилансер. Ну или был фрилансером, так как недавно ушёл и сейчас программирую только для себя. А ещё веду YouTube-канал, паблики во Вконтакте и в Телеграме и даже нахожу время поиграть с подписчиками в Mortal Kombat. Но это только я так. Именно так проходит мой рабочий день программиста. Просто раньше я также делал задачи и за каждой, но для других людей, а сейчас делаю для себя. Если кто не шарит, почему я так решил, почему ушёл, то посмотрите мой подкаст, ссылка будет сверху справа. Ну и если говорить про время, которое на это всё обычно уходит, то обычно на такую работу программисты тратят минимум по 3-4 часа в день. И у меня даже бывало такое, что я тратил по 7-8 часов каждый день на работу. Но в основном это потому, что был дедлайн, в который мне приходилось вписываться. Поэтому лишний раз ты тратишь на работу больше времени, чем думал. А ещё потому, что по ходу дела всплывают какие-то баги, которые жрут больше времени, чем ты думал. В общем, как-то так. Надеюсь, теперь ты лучше понимаешь, как проходит рабочий день программиста и что мы делаем за компьютером. А если тебе понравилась идея выпуска, то поставь свой царский лайк. Возможно, позже я сниму что-то ещё более подробное. И не забывай подписываться на канал и включать колокольчик уведомлений. Так мои выпуски хоть иногда да будут появляться у тебя на главной странице ютуба. Удачи и всегда помни, работа должна приносить удовольствие. Субтитры сделал DimaTorzok